Мы с бабушкой ходили в банк, деньги под процент ставили. Потом мне какую-то бумажку дали, сказали, что я могу контролировать свой счет сам. Тогда я решил снять деньги. Своё решение 16-летний подросток, лицо парень просил не показывать, осуществил молниеносно. Снял в одном из банков Нижнекамска все свои сбережения – 398 тысяч рублей. Эти деньги копились несколько лет за счёт ежемесячных перечислений по потере кормильца. Ну я купил машину себе, купил гараж, дал в долг. Вот и так же на свои нужды. Теперь 16-летний сирота остался у разбитого корыта. Гараж записан на имя друга, который исчез, машина на штрафстоянке и записана она на бывшего хозяина. 120 тысяч Альберт дал в долг женщине, её сейчас парень тоже не видит. Взяв у сироты деньги, она составила никем не подтверждённую расписку, что в 2016 году вернёт ему 150 тысяч. Опекуном юноши является его бабушка, но сейчас он живёт в Балкаше. С бабушкой поссорился. Не смог пройти мимо этой печальной истории педагог учебного заведения, где учится Альберт. Эта история ко мне попала буквально 2-3 дня назад. Я не мог пройти её мимо, потому что мне небезразлична его судьба, мне небезразличны отношения к государственным деньгам наших банков, которые позволили несовершеннолетнему ребёнку получить эти деньги и также безразумно их растратить. Наша основная задача – довести это дело до конца. Хотелось бы вернуть эти деньги, потому что 16-летний ребёнок не вправе, и у него нет таких возможностей распоряжаться такими большими суммами. Пока парень находится в Балкаше, его судьбой занимаются органы опеки и попечительства. Альберту остаётся только ждать. Парень мечтает вернуть деньги хотя бы за гараж, машину, а также 120 тысяч отданной маме-друге в долг. Для Альберта эта история, уверен он, послужит настоящим уроком. Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов, получить комментарии в отделе органов опеки и попечительства сегодня нам не удалось, мы сможем сделать это завтра. Единственное, в чём специалисты уверены точно, это в том, что выдавать деньги подростку было незаконно. Без предварительного разрешения отдела опеки и попечительства банку делать этого было нельзя. Екатерина Разина, Максим Липин, Новости НТР.